Добрый день! Приветствую всех! Мы сегодня с вами находимся в Запорожье, на территории испытательных теплиц торгового дома Кессон. И Андрей Галагуря нам сегодня расскажет про розовые томаты компании РИПСВАН. Добрый день! Мы представляем наши два гибрида это Мануса и Сибириты. Про Манусу мы все хорошо знаем, потому что мы продаем этот гибрид уже на протяжении трех лет. Универсальный гибрид, который подходит как для первого, так и для второго оборота, прекрасно держит стресс, устойчив к растрескиванию, хорошие вкусовые качества, хорошее качество плода. Редактор субтитров А.Семкин Сибириты. Наша новинка. Подетонируем для первого оборота. Более ритативное растение, чем Мануса. Хорошо себя зарекомендовала в условиях с высоким иси, как воды, так и почвы. Хорошо переносит низкую температуру и очень хорошо вяжет верхние кисти, которые мы можем видеть вместе с вами. То есть шестая, седьмая, восьмая кисть хорошо завязаны с однородными плодами. Мануса для первого и второго оборота. Да, Мануса для первого и второго оборота это универсальный гибрид, который подходит для выращивания в два оборота, в двух оборотах. Для первого оборота мы рекомендуем густоту стояния не более трех растений на квадратный метр. То есть если мы хотим получить пять-шесть кистей, то это может быть там три-три-три растения на квадратный метр. Если мы хотим получить там семь-восемь больше кистей, то лучше там, это два и семь, максимум три растения на квадратный метр. Подскажите, пожалуйста, по удобрениям, какие рекомендуете использовать? Хороший вопрос. Рекомендуем удобрения использовать те, которые соответствуют тому, что написано на мешке. То есть если там написано соотношение азот-фосфалькалии, оно соответствует тому, что оно есть в мешке. Поэтому для выращивания самого томата в зависимости от фазы его развития есть просто разное соотношение между азотом, фосфором, калием, кальцием и магнием в зависимости от фазы развития растений. Андрей, расскажите, пожалуйста, про урожайность этих томатов в идеальных условиях. В идеальных условиях томат Мануса, томат Сибириты. Все мы знаем, что розовоплодные томаты дают ниже урожайность, чем красные томаты. Поэтому все мы знаем, что розовый томат у нас менее урожайный. Но как Мануса, так и Сибириты при идеальных условиях вам почти дадут сопоставимый результат по килограммам с красным томатом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!